Как заявил политолог Богдан Цырдя на пресс-конференции, в конце декабря 2015 года, то есть перед выборами президента, был зарегистрирован некий фонд КАЕР, Центр анализа и оценки реформ. Майя Санду, а также некоторые депутаты ПДС, по его словам, работали экспертами этой неправительственной организации. Январь-апрель 2016-го посольство Великобритании и Европейский фонд за демократию вкачали в этот КАЕР 2 миллиона леев. По словам Цырди, эти средства потом были переведены в избирательный фонд Санду, а 4 мая 2017 года, то есть уже после выборов, КАЕР был закрыт. В мае того же 2016 года, подчеркнул политолог, была создана еще одна НПО – Фортиус. Сейчас мы вам покажем трансферт от 5 августа 2016-го в форму ПДС. 45 тысяч евро. От кого? От European Endowment for Democracy. То есть Европейский фонд за демократию. Точь под выборы. За две недели до выборов в этот фонд, в этот НПО, где все активисты Майя и Санду, мне это легко доказать, сотни фотографий в интернете. В это же время, по словам политолога, делается денежный перевод в размере 36 700 долларов третье НПО – Институту общественных политик. Фонды КАЕР 2 миллиона, Фортиус 40 тысяч долларов и ПП были использованы в президентской кампании 2016-го года. Богдан Цирде пришел к выводу, что получая зарплаты от КАЕР, эксперты этой организации и другие лица официально жертвовали эти средства на предвыборную кампанию. Он представил списки доноров Санду. Среди них есть пенсионеры, а суммы пожертвований разбиты на мелкие суммы – по 120 леев. Получают огромные деньги, ведут роскошную жизнь. И все эти НПО работают, работают раз напрямую на Майю Санду, давая ей бесплатный консалтинг и бесплатную пропаганду. И два, эти НПО и фонды оплачивают всю роскошную жизнь вот этих товарищей, которые связаны с Майей Санду. И здесь речь не о кульках, ребята, здесь речь о мешках. За комментарием мы обратились к лидеру ПДС, но Майя Санду на наши звонки не ответила. Также мы попытались связаться с офисом ПДС, однако на наши звонки нам также там не ответили. Ольга Зитковская, Николай Васильев, Акчен ТВ.